Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Цена вопроса более 5,5 миллионов долларов. Именно на такую сумму предприимчивые мозырские бизнесмены продали из Евросоюза в Россию продукцию, попавшую там под санкции. Деньги сделали на овощах и фруктах. Томаты, яблоки, груши и другие товары группа мозырян закупала не только в Европе, но и в Турции на имя подставных предпринимателей. Продукция предназначалась для реализации в Беларуси. Однако, как только овощи и фрукты попадали в страну, их перепаковывали, оформляли поддельные документы и под видом белорусских товаров отправляли в Россию. Такая схема проработала весь 2017 год и принесла махинаторам миллионы долларов. За год незаконной предпринимательской деятельности фигурантами был получен доход на сумму более 11 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233 УК Республики Беларусь. Незаконная предпринимательская деятельность в составе организованной преступной группы. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до 7 лет. Помощь спасателей понадобилась водителю Форда, который минувшей ночью попал в ДТП и оказался зажат в салоне своего автомобиля. Авария произошла на трассе М-5 неподалеку от деревни Белица Жлобинского района. 30-летний мужчина не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение дороги. Отбойник. В результате он оказался заблокирован в авто, а его пассажир смог самостоятельно покинуть машину. Он-то и вызвал спасателей. Милиционеры нашли злоумышленника, который в начале этой недели в Новобелецком районе Гомеля выбросил с 12 этажа многоквартирного дома собаку. Им оказался дворник одной из поликлиник, неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей за кражи и хулиганство. В ходе опроса мужчина признался, что вечером 18 июня в подъезде ему действительно повстречалась дворняга, которую он взял на руки и зачем-то поднял на 12 этаж дома. На балконе общего пользования с его слов собака случайно выпала из рук. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения животным, повлекшим его гибель. И напоследок в распоряжении корреспондентов нашей программы появилось видео, на котором запечатлено, как замначальника Гомельского районного отдела внутренних дел, находясь вне службы, на ходу задержал нетрезвого автомобилиста. Возвращаясь из магазина, мужчина увидел, как на стоянке возле его дома за рулем Ситроэна сидит нетрезвый водитель. Интуиция подсказала сотруднику, что автолюбитель рано или поздно захочет покататься. В тот момент возле дома было людно, гуляли несовершеннолетние, включая детей, самого милиционера. Он остановился, поставил на скамейку пакеты с продуктами и даже начал шнуровать кроссовки. Но не успел. Автомобиль завелся и начал движение. Раздумывать было некогда. Подбежал, у него были окна открытые в автомобиле. Был в таком состоянии невменяемом, что он даже не обращал внимания, что происходит вокруг. Поэтому я просто как запрыгнул в окно с крым, так нырнул, выдернул ключ с замка зажигания и дернул ручник. Водитель даже не ожидал, что так произойдет. Поэтому этот эффект неожиданности сыграл свою роль. Нетрезвый водитель едва стоял на ногах. На его счету оказался целый букет нарушений, в том числе и езда в нетрезвом виде. За что мужчину ранее лишили прав. Теперь ему грозит новое разбирательство и штраф до 70 базовых величин. По совокупности статей. О чем водитель думал, когда садился пьяным за руль, неизвестно. На воспитании у него находится четверо несовершеннолетних детей. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я, Алексей Немкевич, благодарю за внимание. До свидания.